всем привет меня часто спрашивают каким образом понять тормозит after effect или не тормозит трудно ответить на этот вопрос не знаю как программа работает конкретно на вашем компьютере поскольку дополнительной информации как правило вы не предоставляете если кто-то думает что after effect эта программа которая работает как premiere где нажал пробел и у тебя там пошло воспроизводится видео со всеми спецэффектами в реальном времени то нет after effect достаточно медленная программа ей нужно отдохнуть подумать и только потом она выдаст вам какой-то результат те кто подписан на мой канал или на какие-нибудь другие уроки по after effect он знает что обычно это все достаточно продолжительное время занимается подписывайтесь смотрите и поймете примерно как это работает но чтобы хотя бы у нас был какой-нибудь ориентир о чем мы могли говорить я решил подготовить такой тестовый проект в котором собрать все самые основные эффекты которые зачастую мы ну или я используем в работе здесь вот есть вот слой со всякими филами там с краями с масками вы можете посмотреть тут вот тексты кривые то есть аджасменты разные режимы наложения при композе это конечно этот проект не имеет никакой художественной естественно ценности тут чисто просто вот это например сцена с 3d классической 3d с тенями двумя источниками света и крутящимися плоскостями и включена motion blur потому что motion blur достаточно так сильно может напрягать систему это шейповая композиция тут тоже ничего особенного они крутятся там trim puff и репитера два клона по сути и такая в конце композиция где слои друг на друга накладываются что-то там маски в общем это по сути такой клубок и всяких спецэффектов которые но я чаще всего использую в работе да тем более они все стандартные то есть вам не нужно дополнительных каких-то плагинов это вот конкретно как after effect по умолчанию себя ведет поэтому всем тем кто озабочен быстродействием работы after effect на своем компьютере я предлагаю для начала отрендрить вот этот вот проект давайте посмотрим настройки которые мне кажется необходимо сделать чтобы нормально прошел прошло вот это тестирование я выключил дисковый кеш то есть все это будет считаться чисто на процессоре также мы идем настройки memory и мультипроцессинга памяти и короче смотрите видите я тоже выключил на рендером для одновременного рендера кадров я это тоже опцию выключил в новых версиях ее нету старых она еще была но понятно что с ней будет быстрее рендериться если хотите можете включить там другие уже особенности об этом рассказывал в других свои видео а с памятью я поступлю сейчас вот так как видите у меня 32 гигабайта достаточно много и у большинства таких не будет поэтому я для after эффекта ограничу предел из памяти которая ему доступна думаю 8 гигабайт закрылся но я поставил короче 24 и таким образом как видите доступный для after effect памятью 8 гигабайт будет это примерно такое дом народные значения сейчас смотрю многие покупают компьютеры у них уже есть что-нибудь подобное а как мы выяснили на одном из предыдущих тестирований чем больше оперативной памяти доступ на after effect у тем соответственно быстрее будет рендер проходить вот ссылка в подсказке ютуба на то видео можете ознакомиться ну и также будет в описании к этому ролику и так в итоге я для after effect выделил 8 гигабайт и дисковый кеш выключил тоже теперь в настройках рендера этой композиции я здесь уже создал пресет лучшее качество полный кадр motion blur включен ну то есть настройки best и стандартных пресетов которые вот здесь вот находятся 10 секунд будет занимать эта композиция рендер зажиматься не будет записывается файл iv без сжатия мне кажется это важно потому что кодеки могут занимать тоже определенное процессорное время она нас не интересует у вас в итоге получится где-то полтора два гигабайта видео потом удалите файл то вам сам не нужно то чисто для рендера и так без сжатия ави что прям вот как есть так оно и сохранялось будет большой файл но зато без всяких кодировщиков загона потому что иногда они зависают у некоторых всякое короче бывает и так есть у меня вот такая вот панелька эта программа процесс hacker по моему называется из нее панелька если нам показывает загрузку процессора загрузку памяти и загрузку gpu которая возможно пригодится также имейте ввиду что я этот проект делаю для афтер эффекта версии 2014 я особо не вижу смысла там для более ранних делать то есть там кс-5 кс-6 вот это все 2014 по нормальной версии лучше всех них а позже мы протестируем еще в конце ролика на 2017 версии но 2014 это как будто я считаю более-менее такая нормальная версия если только не на стоках работаете и у вас нет задачи делать прямо под кс-5 или под кс-4 так-то для работы они уже бессмысленные и так как видите у меня от того что сейчас идет захват видео вот процессор где-то 15-16 процентов жрет каких-то там ресурсов на захват на запись и я сейчас запись остановлю запущу рендер композиции и уже вернусь когда рендер будет подходить концу чуть не забыл также имейте ввиду что если вы что-то делали там смотрели ковырялись по этим от композиции то возможно неплохо было бы перед началом рендера очистить кеш памяти чтобы все кадры которые вдруг если были сохранены чтобы они удалились но вот рендер уже подходит концу как мы видим осталось совсем немножко вот сейчас вы на графиках видите примерную загрузку на центральный процессор как видите она не очень сильно это порядка пятидесяти в среднем процентов сейчас вот немножко пошла загрузка от записи но в целом вот в левой части вы видите что полной загрузки на центральный процессор нет также имейте ввиду что вот здесь вот в рендере в after effect и можно раскрыть вот эту вот треугольничек и увидеть сколько примерно секунд тратится на каждый кадр видите тут средний показатель 4 секунды на кадр для меня это в принципе считаю ну нормально если вот 10 секундный интро будет считаться 15 или даже 20 минут я считаю что это вполне терпимо такие показатели меня устраивают для полного качества я считаю это нормально если вас это не устраивает для вас это слишком долго ну сами понимаете и сейчас осталось пару кадров и мы наконец-то узнаем сколько же всего потратилось времени на запись и так 15 минут 29 секунд ну нас точно время интересует мы же не на олимпийских играх будем считать что вот эта композиция на моем компьютере с такой вот как вы видели загрузкой ядра ядер процессорных компьютер мой вот он четырех летней давности вот процессор не разогнанный обычный вот видео карточка ну и про память вы сами все видели также я бы хотел что если вы вдруг задумай надумаете попробовать протестировать это на своем железе то тоже как-нибудь отправили бы мне какой-нибудь комментарий либо здесь либо на сайте либо через социальные сети просто напишите там вашу легкую конфигурацию примерную и сколько времени у вас это заняло на рендеры ну загляните в описании к этому ролику на youtube я там оставлю текстовую такую плашечку сама композиция если кому интересно выглядит вот так здесь никаких дизайнерских изысков нет просто кручу верчу что-то там сделать хочу но теперь перейдем к более новой версии aftersector 2018 если вы откроете этот проект то он вам вот такое сообщение напишет многих это пугает я смотрю но это на самом деле просто информационные сообщения о том что проект был создан в более ранней версии этого пугаться не нужно это не ошибка никакая это она не помешает вам работать дальше вот ведь он открывается делает превью готова идем в настройки рендера здесь я менять ничего не буду но можно посмотреть что здесь можно были включен потому что такая достаточно операции хитрая также формата ави без сжатия я не знаю как на маках но на венде ави вроде как бы стандартный про маки ничего сказать не могу так как сами понимаете с ним дел не имел дисковый кэш проверяю выключен memory да давайте я для новой версии after effect поставлю памяти здесь ну допустим 5 гигабайт или 6 допустим я вот 7 поставлю для всех программ и соответственно 25 гигабайт будет до использована в after effect здесь вот есть еще одна такая небольшая особенность в новых версиях вот здесь вот некоторые мне присылали такую информацию как видите у меня вот тут стоит например установлено 20 32 в текущее использование ну пока мы ничего не использовали тут меньше гигабайта и смотрите вот вот эти два параметра они как бы говорят что можно может программа использовать 25 гигабайт мне несколько раз прислали скриншоты что здесь стоит меньше гигабайта то есть получается что на компьютер допустим 16 гигабайт здесь вы ставите там 3 то есть 13 гигабайт доступно after effect у но вот здесь вот максимально доступной памяти почему-то стоит меньше гигабайта как видите у меня такого нет но обязательно проверьте у себя как у вас этим положение дело обстоит особенно это будет интересно тем у кого по их заявлениям рендеры часы там по 10 часов занимает это так слову значит диск я выключил память настроил также ну сейчас не обязательно поскольку я только загрузил after effect вот очищаю память и еще если вы в новой версии after effect возможно вы захотите пойти в настройки проекта и вот здесь вот выбрать не софтвардный рендер а рендер на куди то есть типа ну вы знаете в новых версиях after effect все больше и больше эффектов получает ускорение и вот на этом графике мне как раз интересовал вот gpu что она здесь покажет на прошлом рендер если вы посмотрите там было что-то не больше одного процента я думаю это может быть даже связано с работой операционной системой они с автора они с работой after effect а как видите мультипроцессинг в новых версиях тоже убрали посмотрим короче как after effect покажет загрузку центрального процессора нагрузку на видюху и вообще что от 15 минут здесь останется останавливаю запись и начинаю рендер и вернусь уже потом так ну что ж вот рендер подходит к концу можно тоже раскрыть этот треугольничек посмотреть на статистику те же самые 3-4 секунды на кадр что по загрузке центрального процессора можно увидеть здесь ну в принципе то же самое что и в прошлый раз половина в среднем половина загружена загрузка gpu тоже ничего особенного я не заметил как видите вот в левой части где я еще не начинал запись вот это идет запись вот примерно здесь нету никаких особых показателей может быть слишком маленькая нагрузка но я специально как бы не использовал плагины для ну которые используют openjl типа типа элемента 3d там может быть какие-нибудь партикулеры стардасты во-первых они как бы посторонние к работе after effect не имеют отношений ну и так в принципе не об этом сейчас речь как видите значит 2017 версия after effect а с включенной куда мы выиграли парочку минут 12 минут против 15 минут ну и 30 секунд и там и тут только вот мне пришлось перезапустить рендер еще раз я решил ограничить немножко память на 15 гигабайт здесь поставил потому что те у меня быстро разбивалась память кончалась потому что все кроме after effect другие программы загружены всякие вспомогательные для записи или соответственно памяти не хватало пришлось уменьшить ну и какой же вывод можно из всего этого сделать как видите зависимости от эффекторов все-таки ускорение в новых версиях немножко что-то там добавляет и позволяет ускорить рендер в 2019 версии там еще больше добавили ускоряющихся плагинов но речь сейчас не об этом если хотите вот я оставлю там ссылку в описании вы можете посмотреть я периодически тестирую производительность разными настройками что из этого получается а сейчас конечно же мы будем говорить о другом о том что вот этот вот конкретный проект который я затолкал кучу разных эффектов он на моей машине 4-летней давности считается ну скажем так 14 минут до среднем если у вас например компьютер новый возможно за 10 минут просчитаться или за 20 это вроде бы как бы неплохо на старой машине за 20 я имею ввиду а вот если он у вас будет считаться там допустим час или два то это уже повод задуматься о том что в машине наверное что-то работает уже не так но в любом случае я надеюсь что вы воспользуетесь этим проектом и свои данные пришлете мне чтобы у нас собиралась какая-нибудь статистика о производительности в этой программы на разных конфигурациях поэтому заглядывайте в описании там найдете всякие ссылки информацию ну и поставьте лайк этому видео чтобы как можно больше зрителей его посмотрел и провело подобный тест на этом я на сегодня все подписывайтесь на канал заходите на стримы присоединяйтесь социальным сетям пока